Итак, как сказали бы любители младоземельства, учёные доигрались со своими фальсификациями эволюции. Ну а если серьёзно, то несколько человек в комментах к прошлому ролику орнули с выражения «пилдаунский динозавр», которое прозвучало в середине видоса. Что ж, а ведь реально, какое постироничное название, которое, кстати, не лишено и исторического контекста. Ну и да, сейчас мы погрузимся немного в мир, где колдуны-учёные подделывают окаменелости ради хайпа. Или, может, всё наоборот? Или хотя бы просто не так? Кстати, да, фейки не фейки, но вот хочу чё сказать, 4 марта, буквально на этой неделе, у меня будет выступление в Москве. Так что если кому интересно услышать про эволюцию млекопитающих, пока они конкурировали или выживали рядом с динозаврами, то все ссылочки в описании к ролику. Думаю, про саму концепцию пилдаунского человека вы и без меня знаете. Ну, это тот поддельный череп, типа предка-человека, который нашли внезапно в Британии, вроде бы. Ну, не нравилось людям происходить из Африки, нашли себе развлечение искать про родину в другом месте. Ну, а один человечек под эту хотелочку подстроился, и из черепа человеческого, и вроде бы Рангутаньева, с магической силой молотка и напильника, сделал британцам их нового предка. Правда, эволюционистам тема не зашла, и уже по факту обнаружения на сию находку смотрели, как на несусветную дичь, а арахиские и потом уже советские палеонтологи с нее открыто угорали. Ну, а дальнейший анализ в середине 20 века показал, что угорали, в общем-то, не зря. Череп-то химерный и даже на процент не такой древний, как заявлялось. В общем, фейки в науке долго не живут. Так бывает только у конспиранутых. Или нет? В 1996 году палеонтологическую общественность порвало мощнейшее открытие. Был найден первый нептичий динозавр с сохранившимися перьями. Стоит заметить, что пернатые динозавры находились и ранее, но они все были представителями авиал, ну, полуптичками, как знаменитый археоптерикс. То есть происходили сугубо, как я уже сказал, из птичьей ветки, в то время как животное, которому позже дали имя синозавроптерикс, было представителем компсогнатит. Это такие примитивные ранние целурозавры. Так что да, эра пернатых динозавров началась в 1996 году. Порвались буквально все. Так, а стром, который еще с 70-х годов яростно наяривал на динозавровую гипотезу происхождения птиц, вот этот весь ренессанс динозавров в очередной раз сказал, что да, он был прав, и попутно стал одним из участников детального изучения скелета синозавроптерикса. Настолько он был рад пернатому динозавру. Но думаете, всем ученым это обнаружение перьев понравилось? Да как бы не так, о чем мы и говорили в прошлом ролике. Как вы помните, есть две противоборствующие гипотезы происхождения птиц. Текодонтная и динозавровая. С динозавровой все понятно, а текодонтная предполагает, что птицы развивались параллельно динозаврам и с другой группой архозавра форм. Ну или хотя бы из другой группы архозавров. Одними из самых знаменитых последователей этой гипотезы являются такие ученые, как, к примеру, Шанкар Чаттерджи или Алан Федуча. Чаттерджи это тот самый чел, который типа открыл протаависа, который по итогу оказался химерой. А Федуча это американский палеоорнитолог, который нас, собственно, сейчас и интересует. После описания синозавра Птерикса, Федуча не применил указать, что ни перья это на динозавре никакие, это просто коллагеновые волокна. Но исследования показали, что это как раз таки нитевидное перо, которое состояло не из коллагена, очевидно, а из кератина. Алан Афедучу этот факт не устроил, отчего он и назвал нашего пернатого комсагнатида пилдаунским динозавром. И, кстати, очень зря, потому что в дальнейшем было найдено еще несколько видов пернатых комсагнатов, я уж молчу про остальных представителей группы целурозавров, хотя термин пилдаунский динозавр оказался таки пророческим, но немного в другом виде и немного попозже. Видите ли, в чем дело, пернатость в палеонтологии резко стала мейнстримом и очень хайповой темой. Вот буквально после 96-го года прям все забегали. Все хотели найти и описать нового динозавра со сложными птицеподобными интергументами, это ж модно. Ну а китайцы в этом, естественно, активно помогали своими находками. И вот в 99-м году в журнале National Geographic выходит статья о новом пернатом динозавре, Археорапторе, который может стать переходным звеном между динозаврами и птицами. Революция во все края. С этой статьей на самом деле с самого начала все было довольно хреновенько. Начнем с того, что научное, научное имя этому динозавру было дадено авторами статьи, по сути почти журналистами, а статья была опубликована в простом популярном журнале, в National Geographic, отчего многие палеонтологи и вообще в целом ученые дичайше взоржали. Это типа по какому праву вообще? Но самого хайпа по новому скелету никто не отменял, и многие специалисты очень хотели на него посмотреть. Что и неудивительно, животное имело довольно близкий к птичьему череп, птицеподобные же крылья, но при этом сохраняло довольно-таки стандартный тераподный хвост. Ну и тут началось веселье. Уже в самом начале двухтысячных стали появляться неироничные заявления о том, что скелетик динозавра немного приболел. Если говорить проще, то анатомия отдельных участков скелета как бы не складывалась в единый организм. После этого плиту со скелетом решили проверить, и что б вы думали, нашли следы бетона. Здесь настал момент порваться еще один раз, и начать просвечивать окаменелость всем, чем только можно и даже нельзя. По итогу выяснили, что потенциально этот ваш археораптор собран как минимум из двух, ну а как максимум из четырех видов птичьих и не птичьих динозавров. Дело шло к скандалу, потому National Geographic резко начал очень резво извиняться за поспешные публикации, переобуваться и писать, что мол, ну вот такой вот палеонтологический облом, поспешили. Что, кстати, с радостью подхватила конспиранутая общественность, точнее, конспиранутая часть общественности. Ведь ученые снова скрывают. Правда, альтернативно одаренные микрочелики забыли, что хайп вокруг химерного археораптора развели журналисты, а да правда докопались именно что палеонтологи. Но больным на голову это не объяснишь. По итогу, китайскую химеру археораптора все же поделили минимум на два вида. Одна таки была птичьей с именем Ян Орнес, а вот часть задницы, как оказалось, принадлежала другому динозавру, драмиазавриду по имени микрораптор. Более того, противослепок задней части археораптора уже была описана как микрораптор еще за пару лет до публикации злополучной статьи, но очевидно, что журналистам это известно не было. Зачем спрашивать у палеонтологов, не так ли? Как же получилось, что почти три года общественность обсуждала несуществующего динозавра? Ну, во-первых, не сильно-то и обсуждала, ведь вопросы были с самого начала. А во-вторых, подделка была собрана максимально красиво и реалистично. Тогда возникает вопрос, с кем? Зачем? Сразу хочу заметить, что это не палеонтологи собирали химеру своими руками. Оказывается, в Китае на протяжении от 80-х до конца нулевых был развитый черный рынок окаменелостей. Почему? Да потому, что ты можешь, живя где-нибудь в провинции Ляунин, зарабатывать в месяц 5-10-20 долларов на рисовой плантации. А можешь покопаться в костеносных лагерштатах, найти там редкие окаменелости и продать их белым палеонтологам на черном рынке за 200-500-1000 долларов. А если скелет будет целым и сочлененным, то стоимость спокойно вырастает до 10 тысяч долларов и более. Обычный китаец 90-х годов за 10 тысяч зеленых спокойно бы смог переехать в город, купить нормальную хату и оплатить все взятки чиновникам с их-то уровнем коррупции. Нам ли на постсовке не знать, как люди, притворяющиеся коммунистами, любят брать на лапу? Но целый скелет найти трудно, а фрагментов в Леонине дофига. Выход есть, собираем лего, а белые дьяволы пусть страдают, отдав 10 тысяч за непонятную химеру. Тебе, как китайцу, глубоко по барабану, ведь у тебя уже есть миска рис до конца жизни и любая на выбор кошка-жена. Правда, погоня китайских крестьян за открытиями, а китайских и американских палеонтологов за хайпом, привела в итоге к тому, что в некоторых китайских музеях до половины всей экспозиции может быть поддельной либо химерной. Не даром есть такое выражение «не торопись, а то успеешь». Такие вот пироги. И, кстати, да, не забывайте, 4 марта в Москве выступление. Ссылки в описании, приходите.